7 золотых правил женского флирта. Как уничтожить мужчину на свидании, чтобы он залип, запомнил вас, хотел с вами встретиться вновь и вновь, чтобы вы потом не сидели и не тряслись, почему он мне не перезванивает, почему он мне не пишет, а можно ли я напишу ему первое, а как это повлияет на наше дальнейшее общение. Чтобы таких вопросов и состояния у вас не присутствовало, досматриваем это видео до конца, потому что самый последний пункт, бонусный, который я обозначу, он действительно поможет вам выстраивать отношения с мужчиной уже при начальной стадии отношений, знакомства и переводить их в такой формат, чтобы мужчина тянулся к общению с вами. Это поможет женщине в любом возрасте, не имея значения, сколько вам сейчас лет. В 18 вы только начинаете свой путь в общении с мужчиной или вам уже, допустим, за 50. Работает это в абсолютно любых возрастах, и в пенсионном, и не только. Так что будьте максимально внимательными и смотрите этот ролик. Первое, с чего необходимо начать, когда вы встречаетесь с мужчиной, это, конечно же, постараться встретиться с ним в таком месте, где у вас получится зафиксировать взгляд, то есть присоединиться к мужчине зрительно, установить с ним контакт зрительный. Вот частая ошибка женщин, когда первая встреча проходит где-то в общественном месте, где парк, где много людей, кинотеатр, например, то есть зрительный контакт вы с партнером не устанавливаете. Есть много факторов, на которые он может отвлечься. Это действительно большой-большой минус, потому что вы в такой момент просто-напросто упускаете природой данную вам возможность присоединиться к мужчине через установление зрительного контакта. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, старайтесь сделать так, чтобы свидание первое проходило в таком месте, где вы можете видеть мужчину перед собой, а он видеть, конечно же, вас. Следующий момент очень важный, это когда вы смотрите на мужчину, не нужно рассматривать его всего. Понятно, что женщины делают это, когда вы встречаетесь, для вас важно, в каком состоянии у него обувь, что с его руками, и там туда-сюда посмотреть. Но постарайтесь сконцентрировать свой взгляд на его глазах, не нужно в них вот так сидеть, смотреть с прищуром, чтобы он себя почувствовал как на собеседовании. Нет, смотрим ему в глаза, смотрим на его губы, смотрим на его подбородок, ни в коем случае не смотрим мужчине вот сюда и не фиксируем там свой взгляд, потому что это может насторожить мужчину. Начнутся такие непонятные мысли и рассуждения, что там не так, может у меня перхоть с бороды посыпалась, может у меня там слюна кафнула, может быть козявка упала засохшая. Но все же там мысли абсолютно разные. Поэтому еще раз повторюсь, смотрим в глаза, смотрим на мужские губы, смотрим на его подбородок, то есть стараемся сильно не разбегаться вот таким вот образом. Он себя будет чувствовать как на, знаете, на подиуме в магазине, как манекен. Вот так, так, а что тут у него? Это очень важно. Как только вы установили контакт с мужчиной визуальный, еще раз повторюсь, на вашем лице улыбочка, не нужно сделать такие хмурые брови, загонять его в состояние стресса внутреннего, как будто что-то и происходит. Ждать, что он будет вас сейчас веселить. Вы пришли на свидание, вы пришли пообщаться с человеком, поэтому визуальный контакт установлен, переходим к следующему шагу. Следующий очень важный шаг, это пристройка к дыханию мужчины, то есть мы пристраиваемся к его дыханию. Постарайтесь в общении с мужчиной посмотреть, как он дышит. Есть люди, у которых поверхностное дыхание, его невозможно заметить, то есть это достаточно тяжело. И там, конечно, пристроиться будет сложновато. Ну, даже если вы не обнаруживаете явных признаков дыхания, значит дыхание поверхностное. Значит постарайтесь присоединиться к этому поверхностному дыханию. Не дышите глубоко, если мужчина дышит поверхностно. И наоборот, если вы обнаруживаете, что мужчины дышат глубоко, как это можно обнаружить? Во-первых, грудная клетка. Когда дышим, она может двигаться. Живот. Когда дышим, он тоже может двигаться. То есть ваше дыхание не должно быть разным Он дышит глубоко, вы поверхностно Он поверхностно, вы глубоко Ваша задача пристроиться к его дыханию Почему это необходимо сделать? Вы же не знаете, как прошел день мужчины Вы не знаете, какие у него проблемы Вы не знаете, как он себя чувствует Вы не знаете, что его беспокоит И вы не знаете, в каком состоянии и в каком режиме сейчас работает его вегетативная нервная система Если вы понимаете, что мужчина не получается пристроиться по дыханию Если вы чувствуете, что он какой-то напряженный, скованный то здесь можно, конечно же, использовать очень такие классные фишки, когда вы говорите мужчине, проявляете такое беспокойство, ты, наверное, очень устал, ты, наверное, до сих пор не можешь переключиться с работы, тебя что-то беспокоит, мне кажется, тебе нужно покушать, потому что когда мужчина поест, он становится более расслабленным, ему комфортно, ему хорошо. Это действительно так. То есть, если он поест, вы посмотрите на его состояние, у него поменяются зрачки, они станут более расширены, у него поменяется дыхание, то есть его вегетативная нервная система будет переключаться в парасимпатический отдел, в отдел восстановления ресурсов, тогда он вас будет более отчетливо воспринимать. Но, если вы пристроитесь по дыханию к мужчине и постараетесь дышать с ним вместе в такт, вы сами-то даже не представляете, как сильно близки вы станете друг к другу. Причем, это же частый прием, который используют гипнотерапевты, когда пристраиваются по дыханию к своему клиенту, к своему пациенту, он сидит напротив, в общении с ним, обращает внимание на его зрачки, понимает, что если они достаточно сужены, и, например, в общении с гипнотерапевтом, значит, клиент еще не созрел, если к дыханию не присоединился, оно поверхностное, клиент не созрел, и с ним нужно установить вот такой контакт. И вот как раз-таки мужские зрачки будут проверкой для вас. Вы посмотрите, если они у него расширяются, значит, ему достаточно комфортно и интересно с вами. Если они у него находятся в достаточно таком суженном состоянии, мужчина еще не пришел к расслаблению. На это нужно внимательно обращать внимание. Можно и так сказать. Третий очень важный момент, когда вы флиртуете с мужчиной, даже не флиртуете, а просто общаетесь с ним. Это язык вашего тела. И вот, допустим, я когда хожу в какие-то общественные места, с супругой, допустим, или один захожу куда-то пообедать, очень здорово можно заметить, как в контакте, либо не в контакте, находятся мужчины и женщины, которые сидят за отдельными столиками. И я очень часто замечаю, как язык тела женщины отталкивает мужчину. То есть она показывает ему своим телом, что я не готова быть с тобой. Для какой-то женщины свидание – это стресс. Она туда пришла в каком-то некомфортном для себя состоянии. Для другой женщины – это, я не знаю, чуть ли не собеседование. А для третьей женщины – это попытка, чтобы мужчина доказал ей, что он должен, может быть с ней. Ни в коем случае. И вот женщина сидит, то она руки скрестила, или она сидит, ногти вот так перебирает себе, либо она руки вообще спрятала под стол и вот так на мужчину смотрит. Вы же поймите, что мы можем общаться с вами и языком тела в том числе, а тело передает расположенность определенной, определенные знаки. Когда женщина смотрит на мужчину, где-то там покусывает, ну прям нужно так наигранное это сделать, это очень будет неправильно. А где-то вы внезначай облизываете свои губы, где-то покусываете ее, где-то приобнимаете себя за плечи, то есть подаете некие сигналы мужчине, для того, чтобы он увидел в вас что? Нежность, сексуальность, пластичность. Не рыбокупа водниковая, которая сидит там и вкопалась, значит, пустила корни под столом. Нет, язык тела очень важен. Почему женщине очень сложно общаться с мужчиной через тело? Внимание. Вот у меня есть программа. Я такая одна, удобная или уникальная. Там есть отдельный вебинар, телесные блоки. То есть это такое направление, которое рассматривает телесно-ориентированная психотерапия. Так вот, если женщина живет с блоками в теле, допустим, стазовым блоком, с брюшным блоком, либо с грудным, она даже при желании не может задействовать свое тело, как форму коммуникации с мужчиной. То есть она не получается этого сделать. На уровне сознания она это понимает, она осознает, да, что нужно пообщаться с мужчиной на уровне тела, а по факту сделать этого не может. Я вам даже расскажу одну такую классную штуку. Вот среди моих знакомых, знакомых семьи, друзья семьи, есть там женщин же много и так далее. И, допустим, среди моих сотрудников на работе, на кого я там подписан, например. И вот ты смотришь, девушка молодая, и вот она пытается передать некий посыл своим подписчикам через язык своего тела. Но это выглядит, сука, простите меня за выражение, настолько смешно, потому что она механические действия выполняет. Вот она идет там на видео, играет медленная музыка в замедленном кадре, и она вроде бы должна прикоснуться очень нежно к своим плечам и передать вот эту женскую сущность зрителю. А по факту ты видишь просто какого-то робокопа, робота самого настоящего. Она просто знает, что нужно притонуваться к своим плечам. Нет взаимосвязи создания тела, психика тела, эмоции тела, чувства тела, сексуальность тела. И вот на этом вебинаре я очень подробно об этом рассказываю. И, безусловно, рекомендую женщинам выполнять определенные практики, прежде чем пойти на это свидание. Те же дыхательные практики, работу со своим телом. Элементарно сделайте зарядку. Вот я вам серьезно говорю, сделайте зарядку перед тем, как вы идете на свидание. Постойте в планке, блин, 15 минут. Ну, не за раз 15, а с какой-то периодичностью. Для того, чтобы разгрузить свое тело, убрать с него скованность, подышите глубоко, примите контрастный душ. То есть не нужно идти на свидание в состоянии стресса. Потому что если мужчина... Вы можете говорить все, что угодно. Умные вещи. Но если язык вашего тела показывает напряжение, скованность, подает сигналы опасности, все, мужчина с вами взаимодействовать не будет. И наоборот. Если ваше тело передает мужчине принятие, если мужчина видит, что вы в контакте со своим телом, это воспринимается совсем по-другому. Когда женщина может потрогать себя, потрогать свои волосы, там, и, как я уже сказал, прикусить свою губу, не до крови, конечно, вот так чуть-чуть. Когда она гибкая, пластичная, когда она может потянуться, поиграть плечами, когда у нее нет скованности вот такой. Это очень здорово влияет на мужчину. Поэтому, если вы хотите пробудить в себе вот такую способность коммуницировать с мужчиной через язык тела, а при этом еще и научиться проявлять сексуальность, о которой я тоже немножко позже расскажу, под этим видео есть ссылка. Переходите обязательно по ней и регистрируйтесь на мою бесплатную программу. Я такая одна удобная или уникальная. Можно из любой точки мира принимать участие. Никуда для этого ходить не нужно. Следующий очень важный пункт. Это когда женщина показывает мужчине свое некое стеснение, смущение. Например, мужчина может сделать вам комплимент. И когда женщина воспринимает этот комплимент я знаю, или я в курсе, или просто спасибо, это одно. Когда женщина реагирует на мужской комплимент, на знаки внимания с небольшим стеснением, с таким умилением, она показывает и подчеркивает силу мужчины. Мужчина, естественно, на это реагирует как? Он чувствует себя сильным самцом. Чувствует себя с такими яичками крупными, что он, да, это я, это я. Вот я только одним взглядом своим, одним словом уже ввел эту женщину в стеснение. И это действительно располагает мужчину. Он не обнаруживает в вас конкурента. Это очень важно. Сейчас тенденция развития отношений мужчины и женщины очень часто приводит к тому, что мы на свиданиях, то есть мужчины и женщины на свиданиях, воспринимают друг друга как конкурентов. Пытаются что-то доказать. Кто круче, кто сильнее, кто умнее, кто опытнее. Кто, значит, там, добился каких-то результатов. Зачем? Вы приходите на свидания, не меряются какими-то достижениями. Ни в коем случае. Поэтому задача ваша там быть женщиной, смущенной, удивленной. Вот если у вас хоть раз было такое, что на свидании вы чувствуете, что вы не флиртуете, а наоборот меряетесь яичками с мужчиной, либо он с вами. Но пришли на свидание, вместо того, чтобы там быть в контакте позитивно, вы начинаете друг другу что-то там доказывать. Да я, да ты, да я, да я. Ставьте лайк этому видео. Пятый, очень важный пункт, который вам действительно поможет создать такую общую атмосферу с мужчиной. Эти приемы очень часто используют достаточно профессиональные переговорщики, которые едут на различные важные встречи, где принимаются, возможно, жизненно важные решения. И для того, чтобы присоединиться к человеку в еще большей степени, они как раз-таки используют эти приемы. Я сейчас обязательно ими с вами поделюсь. Это присоединение через органы чувств. Вот если вы обратите внимание, для начала давайте вспомним, какие у нас органы чувств есть. Зрительный аппарат, слуховой аппарат, запахи, вкусы, тактильные ощущения. И в обычной жизни люди очень редко используют в качестве коммуникации с внешним миром и друг с другом все пять органов чувств. Допустим, вы переписываетесь с мужчиной. Какие органы чувств вы задействуете? Зрительный аппарат и только. Потому что идет переписка. Вы читаете то, что он вам пишет. Если он присылает голосовое сообщение, у вас задействуется другой орган чувств. То есть вы слушаете его голос. Когда мы общаемся вживую, допустим, с незнакомым человеком, мы его видим и слышим. Но мы его не трогаем, мы не чувствуем его запах, мы не можем поцеловать человека, мы не можем присоединиться через другие органы чувств. И очень часто на свиданиях, когда женщина сидит напротив мужчины, а он напротив нее, вы устанавливаете контакт тоже через зрительный аппарат и слуховой. При этом вы забываете, что еще остаются незадействованными целых три органа чувств. И ваша задача попробовать присоединиться к мужчине через них. Что это может быть? Допустим, вы можете задать какую-то тему, где оба будете представлять себе что-то очень красивое. Ну, например, спрашиваете у мужчины, а где бы ты хотел отдохнуть? В каком экзотическом месте? Либо в какой стране экзотической? А может быть не экзотической? Мужчина говорит, я бы хотел побывать, например, на Мальдивах. И вы начинаете набрасывать этому мужчине информацию для размышления. Ну да, блин, там, наверное, прикольный белый песочек. Да, и он представляет себе это. Вы можете даже подтолкнуть его к этому, сказать, ты представляешь, какой там белый песок? Ну да. Блин, а там пальмы, наверное, красивые. Я даже уже не помню, какие там пальмы. Ты помнишь, ты видел хоть раз на картинке? Ну да, видел. То есть здесь очень важно воссоединиться через визуализацию совместную. Присоединились к нему. После этого вы можете сделать это через аудиальное состояние. Ну, допустим, какую музыку ты любишь слушать? Мужчина, и то вам не нравится там Джо Кокер. Ну, возьмите, включите. Блин, в поисковике найдите какую-то песню Джо Кокера. Включите ее. О, да, класс. Раз, установили контакт с ним. Общая волна формируется, понимаете? Формируется доверие, снижается стресс, снижается скованность. Присоединились аудиально. И дальше. Блин, что-то у меня такие руки холодные. Потрогай, пожалуйста. Да нет, вроде не холодные. Блин, а мне кажется холодные. У тебя такие приятные руки. А прикоснуться к этому чайнику тепленькому, который стоит на свечке. То есть присоединиться тактильно к мужчине. Можно сделать это через запахи. Когда вы, допустим, заказываете какой-то десерт, можете попробовать его вместе, понюхать его вместе. То есть это очень тонкие психологические приемы. Их можно объяснять долго, целую лекцию можно прочитать, но вы просто доверьтесь. Доверьтесь мне, доверьтесь тем людям, которые с этим работают уже много лет. Как только происходит присоединение через все пять органов чувств, у вас совершенно другой уровень взаимопонимания и комфорта в общении. А комфорт на свидании очень важен. Не только для женщины, но и для мужчины. И если этого не сделать, то ваши шансы на то, что эта встреча пройдет запоминающимся образом, ну, 50-50. Может быть да, может быть нет. Вот почему раньше мужчины, например, ходили на свидания с конфетами. По какой причине? Я вам расскажу одну историю. Я ее часто рассказывал. Когда-то очень давно мы снимали такой проект, назывался он «Беременный папа». Я был ведущим этого телепроекта. Он шел, значит, в России на телеканале Ю. Это, кстати, мой самый первый проект на телевидении. Я там еще худенький, стройненький, зеленый, неопытный вообще, как телеведущий. Ну и значит история. У нас была съемочная локация в детском садике. И я приехал в этот детский сад, соответственно, с разрешения родителей, там подписали все документы, мне разрешили повзаимодействовать с этими детками. И мне нужно было установить контакт с некоторыми из них. И когда я попытался это сделать в «Дети внимания», смотрите, какая у меня игрушка, у меня получалось привлечь внимание некоторых ребят, но не совсем такое, на непродолжительное время. Что я сделал? Я, естественно, еще раз повторюсь, с разрешения родителей достаю из кармана несколько конфет вкусных, очень шоколадных, в такой красивой обертке и подхожу к мальчику. Ему Ванечка звали. Ну и значит я подхожу к нему, говорю, Ванечка, привет, как твои дела? Он на меня смотрит такими глазами. Ну, больно. Я говорю, хочешь конфету? Я открываю ему руку. Он смотрит на нее, на эти конфеты и начинает брать. Берет, значит, конфетку, разворачивает. И пока он разворачивает конфету, я начинаю к нему присоединяться. Вот он ее разворачивает, я его трогаю за ручку. Наверное, это очень вкусная конфета, да? Он такой, наверное. И дальше продолжает разворачивать. Он ее откусывает и смотрит на меня. И я на него смотрю и спрашиваю, ну как, тебе нравится эта конфетка? Ммм, какая классная конфетка. И так по голове ему погладил, за плечики подергал, за щечку подержал его и отдал ему еще две, которые у меня были. Что произошло в этот момент? Естественно. Сладкая конфета, скачок сахара, ну самая настоящая наркота, дофаминергическая система работает, все системы, отвечающие за радость, удовольствие, сработали. Контакт установлен. Я выхожу, значит, из комнаты, где это все происходило, и меня нет полчаса. Через полчаса я возвращаюсь. Как вы думаете, мне нужно было какие-то усилия прикладывать для того, чтобы с этим ребенком установить контакт? Нет. Он не сводил с меня глаз. Почему? Потому что он зафиксировал меня как источник удовольствия. Потому что скачок гормональный, скачок удовольствия и наслаждения произошел через все органы чувств, и при этом он считал меня как источник этого удовольствия. Поэтому раньше мужчины приходили на свидание с конфетами, с шоколадками, кормили свою женщину вкусной едой, сладкой едой, для того, чтобы у нее происходил гормональный скачок. Поэтому это тоже одна из фишек. Выберите мужчине какой-то десерт, покормите его из ложки, поиграйте с ним. Это же свидание, это не попытка произвести на мужчину последнее впечатление. Когда вы идете на свидание в страхе, в скованности, внутренней нерешительности, это тоже очень сильно влияет на мужчину. Он же энергетически это все чувствует. Я об этом, кстати, тоже рассказываю на программе «Удобно или уникально». Как женщине раскачать свою сексуальную энергию, чтобы она, не ложась в постель с мужчиной, потому что не будете с каждой встречи на свидание приходить и ложиться в посте. Чтобы вы, не ложась в постель с мужчиной, могли транслировать сексуальную энергию. Это очень важный момент. Поэтому не забывайте про программу, ссылка на регистрацию под этим видео. Шестое правило «Флирта с мужчиной». Это уже заезженное правило, но оно заезженное, и многие женщины неправильно его применяют. Это зеркальность. Да, вот очень часто также переговорщики используют. Они общаются, допустим, с человеком, сидящим напротив, и стараются зеркалить его. Многие переговорщики, даже знаете, что делают? Прежде чем ехать на переговоры, они изучают социальные сети своего, значит, потенциального, допустим, там, компаньона, партнера, либо партнера этого, как их называют-то, господи? Не, не оппонента. Партнеры. Ну, пусть партнеры, ладно, хорошо. В общем, что они делают? Они изучают социальные сети для того, чтобы примерно понять, какой стиль одежды предпочитает, например, этот человек. Это какой-то casual, это более строгие костюмы, либо наоборот, какие-то детали ярко выраженные. Ну, допустим, я вам расскажу одну историю. Ко мне давно еще, когда я занимался выборами, там, политическими проектами, у меня был кандидат один, значит, в депутаты, который договорился на встречу с руководителем одной очень такой крупной общественной организации, которая была лидером мнений. И эта организация могла помочь ему договориться, значит, там, со своими членами этой, значит, организации, чтобы они агитировали и голосовать за этого, значит, кандидата. А председатель этой организации человек, который любил носить очень яркие галстуки, яркие носки. И он мог, допустим, надеть на себя там ярко-желтый галстук, ярко-желтые носки, но при этом быть в строгом костюме. Либо красные носки, красный галстук. Вот. И, естественно, мой партнер, мой партнер этот, мой клиент, приезжает к нему на встречу, на переговоры тоже в ярких носках. Но не просто в ярких носках, а в разных. То есть, он приезжает к нему, у него один носок ярко-зеленый, второй ярко-красный. Как вы думаете, о чем говорили два этих человека первых минут 20? Они обсуждали, насколько прикольно иметь какую-то индивидуальность, насколько прикольно позволять себе то, что не могут позволить другие, насколько прикольно то, что ты действительно можешь выделиться какими-то деталями. То есть, они нашли что-то общее. Естественно, разговор в итоге закончился тем, что эти люди договорились о сотрудничестве. Так же и здесь. Вот эта зеркальность, она может использоваться вами как в общении с мужчиной. Старайтесь меньше, там, в противовесе можно что-то говорить. Если он что-то рассказывает, слушай, а мне кажется, это не так. Ну зачем? Для чего? Интересно. Порассуждали вместе на одну тему. Отзеркаливайте его, даже интеллектуально. Если это язык тела, очень часто что же делают женщины? Вот мужчина сел, вот так руку поставил, она думает, отзеркалить, это значит тоже вот так руку сделать. Он вот так руку, и она вот так руку. Нет. Вот мужчина, например, сидит, поставил руку под подбородок. Не обязательно делать так же. Просто прикоснитесь где-то к своему лицу. Проведите по нему рукой. Что-то там потрогаете. Если мужчина меняет позу, вы поменяете позу. Если мужчина начинает более активно двигаться, вы постарайтесь тоже подвигаться вместе с ним. Да, что-то спина затекла, надо постоять, посидеть. То есть зеркальность не должна быть примитивной. Это очень важно. Ну а конечно, если вы идете на свидание с мужчиной и понимаете, с каким мужчиной, вы же не идете с неизвестным вам человеком, посмотрите на его социальные сети. Как он надевается, какую музыку он слушает. Изучите этого человека, чтобы вы пришли подготовленным. Седьмой пункт очень важный. Это комплименты мужчине. Женщины любят ушами. Мужчины не меньше вас любят слышать что-то очень приятное и вдохновляющее. Поэтому, когда женщина не скупится на комплименты и действительно обнаруживает в мужчине что-то, что ее привлекает, это может касаться внешности, это может касаться интеллекта, это может касаться эмоциональности, улыбки, смеха. Абсолютно любого проявления мужчины. То есть постарайтесь действительно искренне не придумывайте этого. Не надо делать комплименты, если вы этого не чувствуете. Это очень мужчину может наоборот оттолкнуть. Знаете, у него три пальца сломанных на руке, один смотрит на юг, другой на запад, третий на восток. У тебя такие красивые руки. Вот такие, блядь. Понятно, что он такой комплимент никогда не будет воспринимать. Это одна женщина рассказывает мне. Пошла на свидание с мужчиной, сижу и думаю, что ему сказать такого интересного и приятного. У него такой нос с горбинкой, такой мужской, красивый, горбатый нос. И мне говорит вот эта дебильная фраза нос с горбинкой, с дубинкой. Я возьми ее и ляпни ему. Вот правда. Я вот смотрю на него, ну обычный мужчина. Как бы ничего меня в нем не цепляет. Прям вот как бы мне хотелось. Я ему говорю нос с горбинкой, с дубинкой. Он как давай смеяться. Марку себе представить не можете, какой у него зажигательно красивый смех. На нас люди в ресторане вот так оборачивались. И обычно, знаете, когда бывает там люди, кто-то смеется громко, это может людей раздражать. А у него такой заливной смех, что когда он начинал смеяться, люди сидящие за соседними столиками смеялись от того, как он смеется. И вы говорите, там такая атмосфера вот между нашими столиками значит создалась, что мы все перезнакомились. Там здрасте, здрасте, слово за слово. Следующее, что я для себя обнаружил, это его способность контактировать с другими людьми. Насколько он интересно, интересный собеседник с другими людьми. То есть мы-то с ним только первый раз увиделись. Понимаете? То есть комплимент ваш может вывести мужчину на проявление эмоций, на совершенно непредсказуемую реакцию и вы дадите толчок мужчине и возможность раскрыться по-новому. Вот даже как в этом примере, да, казалось бы, ляпнула такую ерунду, а эта дебильная, по ее мнению, фраза привела к тому, что она обнаружила много качеств в нем классных. И смех заливной интересный, и юмор оригинальный, и коммуникацию с другими людьми, и способность быстро наладить какие-то взаимосвязи, там он с кем-то познакомился, уже телефонами обменялся. Она косвенно узнала о том, чем он занимается. То есть она не напрямую спросила, а чем ты занимаешься? А выясняется, что в процессе оказывается там у него какая-то строительная компания небольшая, а там еще какие-то знакомые общие нашлись. Все. То есть комплимент это всегда призыв к близкому общению. А когда вы сидите, молчите и изучаете мужчину, думая, сказать ему что-нибудь, не сказать, сделать ему комплимент, не сделать, а вдруг он неправильно поймет, да будьте естественными, все будет прекрасно. Ну и, конечно, как я обещал, фишечка, которая вам поможет с мужчиной наладить контакт на первых свиданиях, чтобы он не исчез, никуда вы не мучились, не страдали. Но перед этим, девочки, дорогие мои, вот если вы хотите выстроить действительно классное отношение с мужчиной, с достойным мужчиной, длительное отношение, долгосрочный, семейный союз создать, под этим видео есть ссылка на регистрацию, на мою программу, я такая одна, удобная или уникальная. Пять дней вашего внимания, вы будете самой желанной женщиной в мире мужчин. Я вам обещаю. Это бесплатно, не нужно ничего за это платить, никуда ездить не надо. Главное, чтобы у вас был интернет. Итак, фишечка, которую я хотел с вами поделиться. Давайте будем абсолютно честными. Мужчина не идет на свидание с женщиной для того, чтобы с вами просто полялякать, поговорить. Вы прекрасно это знаете. Мужчина идет на свидание для того, чтобы соблазнить женщину. И не столько для секса, сколько для самоутверждения и понимания того, что она приняла его как самца, как победителя, как лидера. То есть, дать понять мужчине, что он победил всех в вашем окружении. Это же естественно. Если бы он был животным, он бы, возможно, с кем-то там подрался на улице, прежде чем зайти в кафе, где вы сидите и ждете. Представляете? Вы назначили свидание десяти мужикам, они встречаются в одно время, и все знают, что идут к вам. Но на свидание к вам придет, как там в рыцарских турнирах, только тот, кто победит всех. Ну, возможно, это было бы там в 15-14 веке или в мире животных. А так-то вы сами как бы согласились на свидание с ним. Поэтому здесь что очень важно? Важно понимать цель, которую мужчина преследует. Он пришел переспать с вами. И вы, конечно же, можете совершить большую дурость и переспать с ним на первом свидании, тогда ваши шансы уменьшатся на процентов 90, вообще выстроить с ним что-либо. Бывает, конечно, исключение из правил. Я знаю несколько семейных пар, которые на первом свидании переспали и уже много лет вместе. Ну, как бы эксперименты такие ни к чему. Займитесь сексом с мужчиной, не занимаясь сексом. Не занимаясь сексом. И вот здесь все зависит от вашей фантазии. Как это сделать? Вот многие из вас этим вопросом уже задаются. Понимаете? Как это сделать? Я не понимаю. А почему вы не понимаете? Возможно, присутствует какая-то скованность, телесные блоки, подавленная сексуальность, страхи, сомнения, установки. Не важно что. Не важно. Но это такое задание для вас. Как, представьте себе, вы бы могли заняться с мужчиной сексом, не занимаясь сексом? Через голос, интонацию, взгляд, язык тела, комплименты, реакцию на его слова. Через то, как вы едите. Знаете, как есть одна программа на одном телеканале, и там такая женщина, она постоянно дегустирует еду. И она сама, конечно, не является эталоном такой сексуальности и красоты, но уже мемы такие прям ходят в сети о том, как она облизывает вилку. Но это нужно просто видеть. Понимаете? Там вилка, значит, она 50% этой вилки засовывает в рот вместе с едой. прям оттуда. Это аппетитно, где-то сексуально. Это же тоже может быть элементом соблазнения, да? Одно дело, когда вы берете огурец и вот так его откусывает, и мужчина ноги сжимает. А совсем другое дело, когда вы делаете это очень нежненько. Или когда у вас, как у меня вот здесь на чашке, потекла капелька от кофе, я как делаю? Ну, взял там рукой, или салфеткой. Ну, возьми ты как-то там, лизни ее, я не знаю, эту капельку снизу, вверх, сверху вниз. Я не буду, конечно, вам показывать. Мало ли еще, что, потом скажите. Ну, как-то, можно же, ну, не очень сексуально, конечно, но эффективно. Потекла капелька, не течет же, Рустам? А? Вот. То есть, играйте с мужчиной. То есть, ваша задача показать им, почему это важно. Он же чувствует, что вы уже приняли его. То есть, он чувствует, что вы расположены. Вы даже можете сказать мужчине о том, что он вам нравится. Это тоже нормально, в этом ничего такого нет. Что он сексуальный. Показать ему, что вы его принимаете. Ведь чаще всего женщина идет на свидание с каким мужчиной? С которым заочно уже переспала в своем сознании. Вы никогда в жизни не пойдете на свидание с мужчиной, с которым себя не представляете в сексе. Ну, не пойдете вы туда. Просто-напросто. Поэтому используйте эти приемы. Используйте правильную технику флирта. При этом вы должны понимать, что от того, что вы там разденетесь, полуобнаженные будете, придете вот с таким декольте, у вас не получится установить даже зрительный контакт с мужчиной. Потому что его взгляд будет на самых обнаженных частях вашего тела. Он не сможет смотреть вам в глаза. Поэтому все должно быть в меру. И ваша одежда, и ваш макияж, и элементы какие-то, аксессуары ваши. Поэтому запоминайте и действуйте. Субтитры создавал DimaTorzok